Сегодня воров, которые соблюдают тот изначальный воровской закон, который стал симбиозом между урками и жиганами, это те, которые были недовольны советской властью, именно от них пошло не участвовать в общественных организациях, не служить государству, не брать оружие. Конечно, это уходит в историю, но в первую очередь они получили имущество. Ведь так называемые нетманские воры, которые придерживались этих, они, во-первых, вымирают, как мамонты, во-первых, а во-вторых, они вели очень аскетический образ жизни, довольствовались минимально необходимым, все остальное в общак сдавали. Как вы понимаете, покупают титул воров в законе не для того, чтобы жить отшельником и в какой-нибудь съемной квартире. Поэтому, во-первых, это появляется имущество у них, у них появляются семьи. Сегодня не действует этот воровской закон. Самый парадокс в том, что сами воры, они же являются толкователями воровского закона. И поэтому они легко могут на своей сходке решить, что это допустимо, это позволительно.